привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников наш сегодняшний ролик называется параметрический резонанс я начну его с классического опыта здесь на нити подвешен груз который в качестве обычного маятника может колебаться на частоте 0,84 герца если бы речь шла об обычном резонансе мы должны были бы подталкивать этот грузик периодическим усилием на той же самой частоте но в этом эксперименте будет делаться нечто иное здесь имеется рычаг который может сокращать длину подвеса и удлинять ее и мы запустим это сокращение удлинения на удвоенной частоте по сравнению с частотой маятника то есть 1,68 герца и посмотрим что будет происходить ну вот видно что сначала грузик ходит вверх вниз ну посмотрим что будет дальше а дальше амплитуда раскачки грузика постепенно увеличивается и вот такое явление называется параметрическим резонансом потому что здесь мы меняем периодически параметр системы а именно длину нити причем мы меняем этот параметр на удвоенной частоте по сравнению с частотой собственных колебаний системы чтобы посмотреть на параметрическую раскачку маятника детальнее построим его модель в программе живая физика длина подвеса здесь также сокращается и удлиняется на удвоенной частоте по сравнению с частотой качаний маятника и грузик описывает своем движении характерные петли причем удаляется от положения равновесия он по верхней стороне петли а падает вниз по нижней теперь нам надо объяснить как происходит эта раскачка энергия маятника как мы видели увеличивается и происходит это за счет работы той силы которая удлиняет и укорачивает подвес работа за цикл это интеграл от мощности по времени а мощность это произведение силы натяжения нити на ту скорость которая меняется длина нити с учетом знака если сила и скорость сонаправлены надо брать знак плюс а если противонаправлены знак минус и я не буду писать сложных уравнений но ограничусь таким случаем когда маятник раскачан уже довольно сильно а поддергивание за счет сокращения удлинения нити относительно невелики сначала будем считать что подвес не меняет своей длины и посмотрим с какой силой он растянут при разных отклонениях маятника от положения равновесия самой верхней точке сила натяжения равна mg на косинус альфа и при малых альфа косинус можно представить в виде единица минус альфа в квадрате а в самой нижней точке к силе тяжести м же надо добавить центробежную силу в квадрат поделить на r если перевыразить ее через амплитуду альфа у нас получится м же на единица плюс альфа в квадрате поэтому вверху сила натяжения меньше чем м же а внизу она больше чем им же теперь добавим в эту картину сокращение и удлинение подвеса постоянная составляющая м же не произведет за цикл никакой работы поэтому ее можно убрать и оставить только те силы f1 и f2 которые образуют разницу с м же скорость у с которой меняется длина подвеса при максимальном отклонении маятника направлена вниз а при прохождении положения равновесия она направлена вверх силы и скорости сонаправлены в обоих случаях поэтому энергия подкачивается в маятник и при сокращении подвеса и при его удлинении запустим параметрический маятник в живой физике зеленым цветом здесь представлен график скорости с которой происходит изменение длины подвеса красным цветом график силы за вычетом м же а синим цветом мощность которая равна произведению этих сил и скорости мы видим что на большей части периода эта мощность является положительной и энергия вкладывается в систему и то же самое происходит когда мы качаемся на качелях а теперь мы вкладываем энергию в раскачивание качелей периодически то повышая то понижая положение своего центра тяжести а теперь еще один опыт здесь на установке натянута медная проволока и частота ее собственных колебаний составляет 57 герц и мы знаем что частота колебаний натянутой струны зависит от ее натяжения а это натяжение мы будем периодически менять с помощью генератора колебаний на частотах близких к удвоенной частоте собственных колебаний проволоки мы стартуем с частоты 100 герц проволока пока неподвижно ну вот мы добрались до 107 герц и поперечные колебания начали раскачиваться 114 это как раз удвоенная частота собственных колебаний 118 и раскачка проволоки прекратилась мы прошли резонансный пик упрощенную модель этой системы я построил в программе живая физика груз на двух растянутых пружинах совершает здесь поперечные колебания собственной частотой в пол герца а мы дергаем за концы пружин с удвоенной частотой в один герц раскачка этих колебаний идет до тех пор пока подводимая энергия не сравняется с энергией потерянное вязкое трение подвод энергии в эту систему обеспечивается поршнями и мгновенная вкладываемая в систему мощность равна произведению силы на скорость причем если силы и скорость сонаправленно то мощность будет положительной а если они противонаправлены отрицательной и опять график скорости показан зеленым цветом график силы за вычетом постоянного растяжения пружины красным а график мощности синим и за период энергия то вкладывается в систему то черпается из нее но вкладываемая энергия больше что и приводит к раскачке маятника а теперь настало время нашего традиционного заключительного вопроса и в этот раз он будет таким в наших опытах частота изменения параметра была в два раза больше собственной частоты колебаний системы а что будет если эта частота будет в три раза больше или в четыре ваше соображение на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ю тубе